лучший toyota гемри самая лучшая машина в своем классе меня уже тошнит от киа если честно я пытаюсь завестись может и сегодня расскажешь а кепка у меня нормально здравствуйте здравствуйте наши дорогие подписчики гости канала с вами прокачу тв меня зовут вадим сегодня в нашем обзоре неожиданном обзоре мы покажем вот этот автомобиль прекрасный kia k5 а почему прекрасно я сразу сказал может он не прекрасно забегаю вперед так нельзя а почему неожиданный обзор потому что увидели на ютюбе несколько роликов про этот автомобиль стало интересно почему его так сильно нахваливают почему его буквально все сравнивают с тойотой кемри и практически все утверждают что эта машина побила toyota кемри toyota кемри побить не трудно и и я не знаю какая машина не побьет лада гранта наверно toyota кемри в принципе побить может если детально разбираться ну а если серьезно просто интересно на самом деле стало что это за машина будем сегодня ее разбирать будем сегодня вам показывать насколько эта машина действительно стоит всех этих громких эпитетов в ее адрес в нашем сегодняшнем обзоре комплектация не самая дорогая gt-line kia k5 gt-line с двигателем 16 турбированным и восьмиступенчатой коробкой передач на этом двигателе 180 лошадей и передний привод также может быть в этой комплектации полный привод за небольшую доплату именно эта машина стоит 29 тысяч долларов 28 900 при покупке ты за нее естественно отдашь чуть побольше она тебе станет где-то 32 33 ну и посмотрим что за эти деньги мы можем приобрести дизайну машины на самом деле в ее классе выделяется например если сравнивать дизайн киа и дизайн sonata то эта машина явно выигрывает я не могу эту машину назвать уродливую что нельзя сказать про hyundai про sonata она одну явно уродливая машина страшная до ужаса в этой комплектации у машины 18 диски ну и такой намек на спорт ну и название само за себя говорит gt ну как бы спорт да понимаем что в ней от спорта ну вот только скорее всего дизайн и все больше ничего насколько шустрая машина мы постараемся сегодня показать это тоже сделать тест-драйв и проверить на самом деле там есть какие-то намеки на спорт ну или это просто такой маркетинговый ход сбоку по дизайну машина чем-то напоминает хэтчбэк потому что абсолютно практически нет линии перехода к багажнику здесь немножко где-то они может быть что-то у ауди унесли сзади машина чем-то схожие они вместе с сонатой но вы понимаете что это родственники hyundai и киа но все равно вот эта жопа мне гораздо больше нравится как-то она не настолько сильно здесь все эти детали торчат сюда никаких вот этих вот книжных полок здесь я не видел бампер встроены вот эти фальш выхлопные трубы или как для чего это тут в дизайне сделано намек что здесь какой-то выхлоп или что что-то он не ну не знаю не очень нравится а выхлопной трубы здесь вообще не видно она спрятана там снизу в общем одним словом дизайн сзади хоть и роднит ее с hyundai сонатой но выглядит как на мой вкус гораздо интересней единственная какая машина близко по дизайну конкурирует на мой опять-таки вкус так это honda accord она мне больше всего нравится и мы постараемся в ближайших видео обязательно их сравнить вот эту машину honda accord и обязательно тойоту кемри наконец-таки а до нее доберусь и всем покажу что это за машина по качеству сборки этого автомобиля в киа они почти все собираются у нас штатах штат джорджия сборка была сделана там я не вижу особо никаких косяков у этой машины я не вижу где-то кривых больших зазоров я не вижу разных зазоров все в принципе сделано неплохо здесь нечего поругать вот сам металл само качество металла я не могу это объяснить многие наверное смотрят и не понимают чё там я хожу там стучу почему-то но потому что мне не нравится когда машина сделана из фольги из какой-то здесь машина сделана на самом деле из металла и по ощущениям добротный нормальный достаточно толстый металл на этом они не экономят однозначно может на шумоизоляции немного экономят да вот этот звук мне не очень нравится как вот эти ручки немного звенят но все-таки не так сильно они звенят как в той же тойоте дилер который давал нам машину эту на обзор очень много говорил о дизайне перед к этой машины что-то он нам тут рассказывал про тигра я здесь никакого тигра не вижу хотя достаточно агрессивный перед и именно в этой комплектации с этими черными акцентами выглядит красиво все подогнано достаточно четко никаких больших зазоров в абсолютно нигде нет нет ощущения что капот открыт такое ощущение было на hyundai такое ощущение было на тойоте как будто бы не закрыл кто-то капот здесь абсолютно все четко все нормально передняя оптика вся полностью led мне кажется очень красиво это все горит здесь стоит автоматически дальний свет то есть машина сама переключается ближний дальний и полностью все лампочки люди в этом дизайне меня особо ничего не беспокоит вот час она в белом цвете с черными акцентами черной крышей и причем здесь крыша не пленкой обтянута не покрашена это панорамная крыша то есть она полностью стеклянная здесь выглядит достаточно достаточно неплохо снаружи я ничего не могу ни к чему придраться ничего не могу обосрать ничего не могу поругать самому не по себе но это на самом деле так дальше продолжим опять неожиданно продолжим с багажника а потом пойдем салон багажник открывается вот такой кнопочкой никуда здесь на букву х давить не надо зачем до прятать зачем там маскировать это же не сейф это же багажник нажал кнопку открыл также багажник откроется внутри с кнопки из брелка крышка багажника закрыта таким карпетом дешевеньким ну по крайней мере какое-то внимание к мелочам есть он здесь не обрезан не торчит он как-то загнут немного в общем выглядит неплохо особо ничего отвращения не вызывает все закрыто никаких саморезов нигде не торчит болтов не торчит вот эту бы еще часть закрывали пластиком вообще бы цены не было сам по себе багажник достаточно большой ну вот это место ничем не обшита ну в принципе это только в дорогих премиальных автомобилях здесь закрывают от ки ожидать что здесь будет все закрыто от этой модели даже и не будем здесь тоже карпит сбоку везде карпит все закрыто ничего не видно не ничего не торчит никакого металла здесь нет по бокам то есть багажник выглядит достаточно эстетически приятно тоненькая тоненькая пластиковая крышечка здесь есть докатка с маленьким органайзером который просто вот так вот лежит тут уже конечно открытый металл без без всякой шумки ничего здесь никакой шумки нет просто понасрали вот какой-то мастикой смазка я не знаю как это назвать что это такое смолой какой-то налили здесь а где мы видели дан крат просто стоял да вниз они вот так просто на железке на какой-то куске резинки стоял дан крат здесь мне кажется более правильное решение с этим органайзером если я его отсюда уберу кстати этот органайзер то это полка прогнется и поломается вовнутрь поэтому он здесь необходимо тут еще и поддерживает все вот это вот я говорил ругать не за что ну как не поругать вот этот кусочек смотри вот полка да вот она здесь закончилась вот так если подвернем вот так это будет выглядеть то здесь просто кусок карпита могли бы уже дальше сделать вот так пластиковую полочку не мешает здесь подниматься ну почему-то они решили просто кусок вот так карпита кинуть решайте сами я даже комментировать не буду просто видели тряпку классно это или нет с багажника можно сложить сиденья ну нажать можно сложить их надо идти и руками складывать вот так получилось для чего ну что-то может длинное положить пол тут неровный но он наверное тут не должен может ровным быть в да тут вообще полочка это оказывается там кусочек маленький пластика остальное вот так открыто не заморачивались долго не заморачивались прикольная вот эта вещь и здесь вот такие вот пенопластовые я не знаю поролоновые какие-то штучки приклеены просто обычным клеем к этому куску тряпки и вот так вот они лежат ну что это так а если они где-то потеряются она чё она упадет туда хорошо хоть палку никакую до нам кусок бревна не положили я не знаю что это такое будем надеяться что это просто багажник так собран ну типа в багажник ты там закинул что-то и долго по нему не лазишь и тебя абсолютно не касается ну то что ты заплатил за нее 30 тысяч долларов а там просто тряпкой куском материала вырезали его так по форме багажника и кинули тебя тебя это абсолютно не волнует ты быстро все закрыл и поедешь куда-то кататься на этой машине и а чё шторку просто открыть не могу это опять у меня проблема с киевской что не киевской не с города киева от машины kia шторка она не этот отдельно не хочет открываться она шлюком открывается вот я вот сейчас закрыть люк хочу и шторка сразу едет автоматически это чё за панорамная крыша которую нельзя отдельно от от люка открыть я не хочу открывать люк я его не люблю мне нравится панорамная крыша на звезды смотреть не знаю на на небоскребы в городе но чего угодно просто смотреть на небо я хочу я не могу что ли это сделать замкнуть и отомкнуть машину ты можешь только кнопкой здесь нет никаких сенсоров вот кнопка закрыл открыл там дверь открыта она сейчас не замыкает сзади вообще нет такой опции то есть только передние двери ты можешь замкнуть и отомкнуть с помощью кнопки либо пользуйся ключом ключ как у всех современных моделей киа достаточно прикольный мне нравится этот пластик такой неотвратительный не дешевый что-то он весит необычное расположение кнопок только опять вопрос у меня вот к этому завести автомобиль кнопки почему она здесь они где-нибудь вот здесь например или вот здесь например или вот здесь ну как-то нелогично все сбоку она вот здесь и портит вид вот это вот кнопка или они наоборот хотели выделить это у нас заводится с кнопки ну многих уже заводится с кнопки по звуку дверей я уже говорил металл достаточно толстый здесь двери закрываются красиво но портит вот это вот щелчок ручки когда ты ее оттянул и потом обратно она у тебя туда хлопает вот послушай вот это вот это блин сейчас я вот так стучу наверное там даже в офисе у дилера слышно как открывается дверь на этом автомобиле не прикольно вообще идем в салон тут что у нас по резинкам что у нас останавливает пыль и шум резинки полностью цельные вот на самом кузове на двери все в принципе закрывается все нормально снизу есть такой порог мы на nissan недавно видели резинка заканчивалась была дешевая тоненькая резиночка на nissan центра скорее всего и nissan ultima точно так же все выглядит и она прям вот здесь вот заканчивалась вот так вот резиночка одна с другой вернее совмещенные были вот здесь с прорезью то есть когда ногами кто-то будет здесь вот так вот шоркать а это по-любому будут делать не потому что кто-то свинья или нет просто в процессе эксплуатации машины кто-то все равно наступит эту резинку соответственно порвут в этой машине такого нет вот они здесь заканчиваются как я и советовал nissan сделайте где-то сбоку вот здесь она сбоку стоит и принципе нормально на некоторых машинах ставится снизу порог пластиковый который закрывается эти швы но здесь так решили не делать хотя бы ее вынесли на на и противнейший пластик вот этот вот он мне очень сильно не нравится почему не сделать вверх мягким хотя бы как на передней двери там хоть чуть-чуть где-то но присутствует какой-то мягкий пластик я сейчас покажу здесь вообще мягким пластиком нигде не пахнет кроме вот такой вот искусственной кожи вот на этой ручке чтоб локоть можно было положить интересное решение вот здесь вот сделано крыло какое-то типа до потянуть закрыть но вообще-то вот же потянуть закрыть и вот еще здесь прошитый пластик естественно ничего здесь не прочита никаких не так здесь нет это просто такая вы штамповка на пластике здесь явно деревянный деревянный пластик зачем вы вот эту вот линию сюда даете неужели кто-то подумать смотри какая кожа немножко такая высохла и стала деревянная вообще кожа никто же так не подумает зачем она херней заниматься это все таки ну уже не самая такая бюджетная бюджетная машина 30 штук не знаю бюджетная да не бюджетно это большие деньги 30 тысяч долларов ну почему не сделать что-то пластиковое такое ну более-менее мягкая не не вот это вот поцарапается все побьется вот так вот будут задиры на этом пластике ну что он очень дешевый можно было спереди начинать обзор сам салон в автомобиле комбинированный материал и искусственная кожа почти то лучше чем у тойота мы видели как счет тойота в причем в дорогих моделях мы это видели не за 30 тысяч долларов в два раза дороже было почти то хуже чем здесь вот этот вот дешевый дермантин вот здесь есть на вот этом материале вот такой замен скорее всего сиденья долго было откинуто то есть она уже не выпрямиться вот этот замен так и останется потому что под ним абсолютно ничего нет вот эти вот искусственные кожи которые сейчас пихают в автомобиле они до такой степени некачественные что они даже не обтягивают толком форму сидения она просто висит как будто бы чехол купили на базаре на рынке где-то обтянули родные сидения и вот оно вот так вот все выглядит вот эти вот все углы неровные вот эти ну не очень не очень все выглядит если к этому продолжать докапываться то тут можно до бесконечности докапываться поэтому мы перестаем обсирать автомобиль и начинаем искать в нем плюсы плюсы в нем два подстаканника и 2 usb зарядки ну и автоматические стеклоподъемники вот это вот страшные страшные просто вот эти карманы я надеюсь на машине не такие серы такие такие да вот эти офигенно красивые карманчики из непонятного материала ну на любителя на любителя черный потолок в этой комплектации вот это плюс но это тоже на любителя мне нравится когда вот полностью все черное так вот к этим кармашкам вернемся и хочешь закрой пока уши не не слушая гадости наговорю сейчас мне нравится когда спинки сиденья закрыты пластиком сзади почему потому что вот эта вся даже кожа когда натуральная на сиденьях очень редко это бывает но бывает натуральная кожа на стенях даже она на сзади на спинках бывает висит и смотрится некрасиво когда закрывают пластиком гораздо приятнее мне кажется но здесь они умудрились все равно вот на этот пластик еще и вот эти вот карманы дать вот с этими некрасивыми складками не нравятся мне нет обдувов этой машине для задних пассажиров дорогой комплектации я думаю вот именно на этом вот месте обдувчики будут стоять здесь они решили что ты недостаточно много денег отдал чтобы тебе воткнуть сюда кондиционер задыхайся сволочь езди и задыхайся и пассажиры твои пусть все помрут от жары здесь нужны обдувы правда на флориде да очень нужны я бы сказал тогда давай поругаем обдувы поставьте придурки людям нужны обдувы хотя бы на флориде вот вы в джорджии собираете машины отправляете их во флориду во флориду все должны комплектоваться с обдувом вот здесь назад для задних пассажиров вот здесь вот здесь где-нибудь что-нибудь чтобы сюда дуло мне плохо здесь станет в этой машине я умру пока куда-нибудь доеду я этого не хотел говорить оператор вынудил подсветки есть тоже вот пожалуйста мы про хорошее искали вот есть подсветки красивые кстати с кнопочкой такой вот такая ручка с этим есть доводчиком не подсказываю здесь сиденье цепляются там далеко есть белая в нашем случае сегодня белые такие эти но они не выглядывают они не портят внешний вид все в принципе нормально подголовники есть как сидеть сидеть неплохо вот я сижу место мне здесь достаточно я впереди до этого сидел то есть сиденье там впереди под меня подстроена вот я сижу сам за собой все как все любят как все проверяют вот сижу отлично сижу так отформованы сиденья что тебе прям удобно сидеть чтобы еще дуло на меня что-то то тогда бы вообще в принципе здесь передвигаться комфортно панорамная крыша тоже поддерживает свой кайф и кому нравится открытые пространства вот прикольно вот это еще перегородки бы не было но как ее не будет здесь же люк она будет ну да ты знаешь можно за эту тянуть закрывать дверь и можно вот за эту закрывать дверь тут как бы у тебя анти выбор дают говорят а как ты хотел вот так или вот так делай можешь даже за карман поднимут закрыть дверь вариантов до хрена этим киа и славится до хрена вариантов закрывания двери ну пластик этот блин когда сидишь уже в машине уже понимаешь что уже безысходность ты уже здесь сидишь она как-то тебе и пофигу такой закрыл валера трогай опять до валере привет от нас большой валера привет тебе вот когда я сзади ругал час там полностью карту двери я имел ввиду что вот здесь впереди есть вот такой маленький узенький кусочек более-менее какого-то мягкого пластика хотя чтобы понять что он мягкий надо приложить усилия и надавить так на него немножко короче трудно понять что он мягкий но все равно он вот на ощупь чувствуется что это другой пластик не такая вот отвратительная фигня как здесь неужели намного дороже бы машина стоила если бы вот здесь все было хотя бы таким пластиком сделано в общем карте дверей мне на этой машине тоже не очень нравится передние стеклоподъемники будут полностью автоматические задние надо будет придерживать пальчиками в этой комплектации автоматически регулируется сиденья только водительская пассажирское сиденье там тоже регулируется вручную кому вот нравится искусственная кожа а заявлять что это натуральная кожа ну и язык не повернется потому что здесь явно видно что это кожа не натуральная может быть лучше бы было из каких-то хороших материалов без кожи обойтись пошить это сиденье просто из тряпки из хорошей до сих пор где-то есть такой вот стереотип что у меня кожаный салон но это не кожаный салон это это непонятно что и и она выглядит пошита его видимо пошить очень трудно как-то качественно вот эти все вот косяки они так выглядят уродливо у меня брезентовые сиденья я купил себе хорошую kia k5 с брезентовыми сиденьями но по крайней мере звучит как-то оригинально да по посадке водителя сиденья офигенно большое посмотреть на это сиденье реально вот посмотри до куда ну него не тут заканчивается у тебя коленки висят в воздухе и устают когда ты далеко едешь она реально большое и достаточно неплохая боковая поддержка мне очень нравится посадка в этой машине нравится в этой машине руль мне потому что он обшит настоящей кожей вот на ощупь тут можно сразу увидеть разницу вот с этом вот не качеством а вот эта кожа прикольная такая на ощупь красиво все обшито обтянуто и он срезанный руль потому что у нас джеки line комплектация поэтому он такой за точкой на спорт на руле стандартный набор регулировок кнопок вот этих меню голосовой набор ответ на звонок круиз вот все что обычно здесь ставят здесь на руле все есть посмотри какое все дешевое серый вот вся торпеда вся торпеда звенящая нет вот здесь чуть-чуть мягкого добавили чуть-чуть есть что-то вот эта сторона почему-то вся звенящая а вот эта сторона чуть-чуть мягкая сиди я сам открою материал называется здесь такой же вот дешевый пластик как на двери все снизу торпеды сделано вот в этом же ключе вот в таком вот звенящим деревянным чтобы мне закрыть дверь куда мне надо рукой тянутся вот до этой дырки далеко либо надо вылезти с машины одной ногой а вот этот вот крючок мне помогает даже в может они вот на самом деле для этого и сделали это не просто такой дизайнерский шаг молодцы подумали об этом у меня руки стандартные не то что у меня какие-то короткие руки стандартные обычные ну вот сюда мне гораздо легче дотянутся все заводим машину здесь жарко блин я эту флориду мамину маму если честно зима на улице я снега хочу вот там как как похоже на снег и у нам попалась модель в которой не будет снега вот этого понимаешь вот этой ки киа hyundai плюшка вот это вот на ворот когда там снег камин все тому подобное вот сейчас бы я хотел вот этот снег здесь увидеть вот вот сейчас вот сейчас уже вот сзади люди сели и вот вот я запарился уже честно говорю и у мне жарко на солнце нагрелась машина вот сейчас здесь дует мне хорошо а задние пассажиры пусть попарятся пусть там сидят и ждут когда до них сейчас вот это охладиться и дойдет смотрите по торпеде здесь здесь нет вот отдельного торчащего такого монитора этот монитор решен в таком ключе вот так он все вместе идет вниз это было если я правильно помню последняя на киа соренто вот так тоже было решено ну не знаю тут вообще глубоко на любителя лично мне не нравится кому-то может так это нравится ну хотя бы он не отдельно здесь в общем в этой комплектации это не самый большой дисплей самой дорогой комплектации здесь будет дисплей гораздо больше это 8 ничего будет по моему 12 здесь будет цифровая панель полностью здесь сейчас у нас обычно аналоговая панель приборов с информационным таким окошком цветной дисплей на него выносится куча всякой информации вот в данный момент это режим вождения здесь есть smart normal спортивный и кастом кастом подразумевает то что ты под себя машину подстроишь он занесешь это в память автомобиля каждый раз будешь садиться ставить этот кастом режим и будешь ехать так как тебе нравится на машине есть адаптивный круиз-контроль и удержание машины в полосе в монитор мертвых зон как во всех современных машинах здесь очень много всяких мелочей которые тебе помогают комфортно с автомобилем жить а по этому маленькому дисплею стандартный набор здесь кстати есть apple carplay и он варилась тебе не надо никаких шнуров машина автоматически твой телефончик сюда выведет на дисплей это тоже такая приятная мелочь навигации кстати в этой комплектации нет камера включается только когда ты включаешь заднюю передачу и самая худшая камера мы видели намного хуже кстати в машинах подороже а эта камера в принципе нормально с направляющими я ее сейчас уже всю обхвалил меня уже ее хвалить мы не заплатили тоже я сейчас ехал ругался что вот заплатили так обхвалил машину мне тоже только еще не знаю где-то деньги оставили а где еще не нашла по музыке будем музыку слушать музыка штатная ничего не гремит ничего не хрипит мне скучно рассказывать про эту машину ну вот правда скучно я когда не могу поругать машину мне становится скучно нормальная тачка вот честно никаких особо больших зазоров по салону нету вот здесь ничего не гуляет никуда ну гуляет если сейчас здесь ноги еще по ней дать то вообще может быть пойдет гулять навсегда так в принципе нормально дизайн как сделано все ну вот тут две usb 12 вольтовая зарядочка полочка такая удобная куда они воткнули зарядку беспроводную вот сюда нее воткнули удобно неудобно да нормально даже заряжаться стала она даже через мой чехол заряжать стала ничего себе не ни одна зарядка не работала через мой чехол веришь нет а это работает я не куплю всяких на на меня так смотреть не хочу есть место по телефону да вот это вот плюс не знаю не знаю я покатаюсь посмотрю но я вот такой человек который придирается знаешь вот сейчас я сижу в этой машине я же ее не покупаю он мне как бы она вообще глубоко параллельно эта машина по барабану вот я в ней сейчас сижу и рассказываю пытаюсь найти какие-то вещи которые человек посмотрит обзор они ему помогут решить вот эта машина ему нужно стоит ему эти деньги отдавать за нее либо не стоит а вот когда я вот допустим купил пришел эту машину и начал ее эксплуатировать я начну вот придираться каким-то мелочам хотя вот здесь честно говоря придраться особо ну нет вот каких-то больших щелей ничего не скрипит я не знаю ну вот к пластику только качеству вот я люблю чтоб все было качественно здесь мне качества не хватает поэтому и киа пока не куплю ты вот это за пикой слова ладно сколько с этой кнопкой пи вот так сделать вот чтобы сейчас я закрою вот эту шторку да и вот сейчас я ее хочу открыть эту шторку чтобы просто открыть стеклянную крышу свою панораму открыть она открываться стала она же не открывалась ты же свидетель мне же никто не поверит то есть ей надо было озвучить да конечно пока шторка откройся она раз открылась потому что прошлые разы я так долго мучился чтобы а вот вот началось началось все шторка открывается только с люком закрываем люк закрывается шторка не хочешь выглядеть туда быстро можешь выглядеть на панорамную крышу и если успел пока шторка открывается не этот через раз она открывается через раз через три вот но на самом деле как получается она открывается не всегда я не знаю может отдельную киева это не первая машина kia в которой происходит вот такая вот хрень с этой панорамной крыши с этой шторкой на крышу может киев стоит потратиться еще на одну кнопку и отдельно вот так поставить на некоторых машинах же есть отдельно раз и шторочка уехала достаточно удобно здесь я должен вот это вот отыметь себе вообще мозги по полная еще если за рулем в этот момент еду бах по там идет дождь я такой бегом закрывать закрывать их и шторка поехала вот сейчас потихонечку вот видишь короче в общем есть какой-то вот с этим вот отдельный геморрой с этой шторкой желтый свет есть подсветка вот это все равно от него ты ничего не увидишь вот я иногда хочется сказать когда вот эти подсветки проверяешь вот здесь когда на зеркале горит она прям тебе вот в табло светит и ты как бы что-то разглядеть можешь там да вот когда она вот так светит мы чего такая маленькая это чего я там должен разглядеть просто я это или не я открыл зеркало и убедился это еще я ну получается так потому что от этой подсветки ты больше ничего там не увидишь ну ничего ты там у тебя в глаз что-то попало ты полез ты ты в глаз себе выкалишь пальцем потому что такая подсветка наконец-таки ну что-то обосрал мне легче стало я не могу не обсирать понимаешь мне надо обсирать что-то ладно вот за этот шифтер за этот переключатель он мне переключатель на яхте напоминает у меня аж яхта была недавно совсем я только яхту свою продак открытые подстаканники на корейцах мне очень нравится вот это один ну и на японцах эта история есть отдельно регулировка климата здесь то есть все что связано с климатом тебе не надо ковыряться в меню у тебя всегда вот здесь под рукой отдельно ты такой раз сразу обогрев заднего обдув переднего отрегулировал скорости себе там куда чего короче весь климат вынесен сюда здесь раздельный климат-контроль на двух пассажиров это кнопочки чипозные ну все в этой машине чипозная я не знаю видимо мы сейчас живем в такое время что 30 тысяч долларов не играют никакой роли это вообще сущие копейки для автопроизводителей они решили что за 30 штук баксов никаких хороших материалов быть просто не должно по определению все должно быть очень чипозная ну корейцам спасибо за то что из вот этого всего чипозного они делают как-то более менее это все собирают грубо говоря из говна конфетку лепят насколько это конфетка получилось или не получилось ну на мой взгляд не самое худшее качество здесь сборки все в принципе так себе неплохо каждый потом решит для себя кто эту машину там решит купить прийти посмотреть может и увидеть насколько из этого говна конфетка вышла вот такой ящик здесь есть ничем он не обшит естественно и тут этого ждать и не надо здесь есть даже не тряпка кусок такого жесткого карпита это из багажника там лишнее то что было в багажнике вырезали сюда кинули вот так он валяется ну и бардачок вот такой же просто пластик так открываем капот под капотом лично меня ждет сюрприз то есть я уже его открывал я уже видел это был для меня сюрприз два хороших настоящих газовых упора никакой кочерги сколько я в комментариях про эту кочергу уже наслушался слушайте кому не важно вообще за что он отдает деньги так ради бога вообще не могу понять что вы смотрите обзоры какие-то иди просто бери первая попавшаяся и ездить а мне важно за что я отдаю деньги почему под капотом не должно быть газового упора мне же вот так удобнее сделать я вот так вот приподнял он открылся капот и мне не надо здесь тыкать ничего ходить зачем это в я же деньги за машину отдаю гораздо удобнее что с этим спорить даже кому не нужны эти упоры просто согласитесь молча ну да с ними удобнее чё блин вот это постоянно да зачем они там нужны как зачем для удобства зачем тебе руль в машине чтобы рулить зачем упоры чтобы удобнее было гневно да как то получилось по правде же так оно и есть вот мы сейчас поедем посмотрим toyota camry есть там не будет этих упоров вот я просто подхожу открываю капот нет упоров я закрываю капот и мы уезжаем и сразу автоматически эта машина toyota camry порвала потому что а в чем еще она может быть лучше toyota camry металл здесь вот заведомо я уже просто знаю я же видел toyota camry когда-то все равно я их знаю эти машины каждая домохозяйка на них ездит на этих toyota camry каждая это не престижная машина в америке это это обыкновенная машина в америке я их много раз видел вот металл в этой машине в сто раз лучше чем в toyota camry он металл в toyota camry это вообще непонятно что по газовым упором пожалуйста они стоят здесь двигатель киа 1 и 6 я говорил фильтр вот прикольный бамсы поменял достал и поменял вот такая шумка здесь есть она так плотно сидит я даже отогнуть не могу посмотреть молодцы в каких-то местах они прям вот очень молодцы корейцы вообще честно говоря я бы по крайней мере в нашей стране я бы не называл больше киа корейцами hyundai корейцами toyota японцами я бы их больше так не называл потому что ну например эта машина полностью собрана у нас в штатах двигатель коробка на этой машине все полностью штатовская хозяева компании корейцы и все только за это их назвать корейцами а так я бы сказал уже американская машина с корейским названием пробуем сейчас 180 сил на ходу смотрим насколько эта машина на самом деле похоже на спорт да не похоже она на спорт разгоняется давай поставлю еще раз чтобы убедиться спорт режим он спорт если это спорт режим то я блин балерина тормоза такие неплохие у нее слушаю очень шумный двигатель опять очень шум сильно двигатель слышно ну да двигатель маленький 1 и 6 его будет слышно понятно управление у машины достаточно такое острая коробка переключается очень четко мне нравится как работает коробка и тормоза я вот отдельно хотел бы сказать что тормоза очень неплохие разгоняется машина ну так себе но 1 и 6 двигатель турбина насколько здесь стоит хорошая большая маленькая турбина я не знаю но по ощущениям ничего особенного вообще не ощущается сказать что как-то машина да на самом деле там что-то на ней погонять вообще я не сторонник там сильно гонять на машине надо не подумайте ну просто здесь же машина как бы gt line из-за этого мы и пытаемся как бы чуть-чуть надавить на газ ну и смысла особо в этом на этой машине нет на kia заедем на toyota и попросим toyota на обзор нам скажет не 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 ребята как вы сравниваете это же японская машина да перестаньте ничего там японского нет старые toyota были качественные японские хорошие там обращали внимание на качество современных в новых toyota такого нет как в принципе во многих производителях не только в тойоте но водки вот эта машина мне в принципе понравилось и на ходу тоже руль прикольный здесь очень такой острый неплохая машина неплохая машина дорогой комплектации которая будет все здесь два больших дисплея там вот эти все навороты от kia вот эти все снегопады звуки камина вся эта ерунда здесь будет присутствовать при включении поворотника будет в одном из колодцев электронных будет показывать тебе обзор с камеры другую сторону обзора с другой камеры будет на этой машине этого нет в принципе я не знаю есть ли смысл за это переплачивать вот за эту машину ты уже 30-ку отвалишь вот в этой комплектации а в самой дорогой комплектации она будет стоить в районе 36 хорошо обзор 360 добавляется и все вот эти вот современные навороты единственное что вот в эту комплектацию если добавить задний обдув в принципе больше ничего бы и не надо больше какой финал нашего обзора что можем сказать об этой машине подытожив все что мы уже сегодня увидели симпатичный дизайн именно в этой комплектации смотрится мне кажется ярче всего качество сборки но она в каждой стране наверно будет разное вот у нас принципе это вот именно эта машина которая сейчас здесь стоит собрана неплохо материалы по салону хотелось бы за эту цену немного подороже немного получше потому что ну слишком уж дешево слишком уж как-то не знаю 30 тысяч долларов все-таки это не маленькие деньги дайте чуть-чуть лучше сюда материалы и равных в принципе не будет кстати о равных мы в ближайших видео постараемся эту машину сравнить как я сказал с тойота и с хондой хотелось бы еще сравнить с hyundai но он настолько страшный что я не знаю если я найду в себе силы приехать и снять обзор на hyundai sonata если получится сделаем а так toyota и honda нас ждут мы будем сравнивать вот с этим автомобилем и тогда уже решим на самом деле стоит 30 тысяч долларов на самом деле может эта машина побить toyota или нет так что оставайтесь с нами кто еще не подписан обязательно подписывайтесь увидимся в ближайших видео ставьте лайки комментируйте хорошие позитивные добрые комментарии оставляйтесь все всем пока всех обнял всем до свидания вот почему ты всегда держишь дальше почему расскажи все я уже еле договорил еле-еле уже у меня нет слов я не могу больше про нее говорить спасибо за субтитры за просмотр